МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортеры национальной телерадиокомпании Чувашия и я, Ольга Алексеева, расскажем о самом важном и интересном. Сегодня в выпуске. И вновь продолжается бой. Темпы вакцинации растут, отставания от графика тоже. Смертность от ковид рекордная. Как убеждают несознательных. Полное надувательство. Кто детскую радость измеряет в рублях и почему травматологи не советуют отрываться от земли ни маленьким, ни взрослым. Вальфу вместо яблочка. Соревнования среди тех, кого нельзя называть. Как стать левшой за 16,5 секунд и почему спецназовцы называют себя самыми добрыми людьми на свете. Букеты ромашек и открытки и февроньки все популярнее у россиян и становятся традиционным подарком в День Семьи, Любви и Верности. Сегодня Русская Православная Церковь празднует День Поминовения Святых Благоверных Петра и Февроньи, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Символ праздника – ромашка. Из нее плетут венки, дарят букеты. Заключить брак 8 июля стало уже доброй традицией. Только в Чебоксарах сегодня расписались 15 пар. Вы объявляетесь мужем вашего. Можете поздравить друг друга первым супругским поцелуем. Мы покровим. Любовь, забота, верность, мудрость и взаимопонимание. Таков рецепт успешной семьи, по мнению участников окружного конкурса «Успешная семья при Волжье». Сегодня состоялся финал и объявили победителей. В Чебоксарах собрались 14 семей со всего ПФО. Татьяна Молокова узнавала, что такое «Успешная семья» и как растить 10 и более детей, но при этом сохранить теплые чувства между супругами. За кулисами последнее приготовление. Подкрасить губки, успокоить младшего, поправить прическу старшим. Настроиться на выступление. Здравствуйте, мы из Удмуртия. Ага, у вас какая фамилия? Корякина. А сколько у вас детей в семье? Шесть. Что вы подготовили сегодня? Ну, визитная карточка нашей семье. Песня, танец, что ли? Это будет сказка. Конкурс – несколько этапов и несколько дней. В первой – презентация рассказ о семье, традициях и успехах. Следом – творческий этап. Здесь песни, стихи и танцы. Я хотела бы плыть над облаками. В Мощеряковых из Мордовии девять детей. Двое уже совсем взрослые. У каждого в хозяйстве свои обязанности. Девочки готовят, управляются со скотиной, помогают младшим. Кроме того, успевают и спортом заниматься, и творчеством. В Мощеряковых даже герб фамильный имеется. Как и положено – папа во главе. Что должно быть в семье, чтобы она была успешной? Уют. Уют, увыбки, счастье. Что должно быть в семье? Понимание. Да. Полностью солидарно. Чувашия на конкурсе представляет семья Львовых. Татьяна и Александр тоже воспитывают девятерых детей. Кто из них родные, кто приемные, не делят. Любви на всех поровну. Чебоксары, дом, машина. Семья. Просто класс. Все сбылось, все исполнилось, Саша, у нас. Чувашия, так же, как ваши регионы, очень хранит свои традиции. Мы их очень бережем. Мы гордимся своей чувашской вышивкой. Мы гордимся своими песнями, нашим национальным колоритом. Мы сохраняем и воспитываем это в наших детях. Конкурс «Успешная семья при Волжье» проходит с 2013 года. Раньше его принимали в разных регионах ПФО. Теперь у него есть постоянная прописка. Это был непростой выбор, потому что регионы действительно чтут семейные традиции. И каждый готов был бы принять этот конкурс у себя. Вместе с тем в Чувашии эти семейные традиции давно почитаемы. И все те мероприятия, которые проходят в день любви, семьи и верности, мы, естественно, отсматривали. И так получилось, что в Чувашии это останется. Конкурс продолжается в эти минуты в Театре оперы и балета. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. И только что стало известно, что в номинации «Моя семья, мое богатство» победили Валякина из Пензенской области. Номинацию «Семья, хранительница традиций» завоевали шутливые представители Нижегородской области. Приз зрительских симпатий получили Мещеряковы из Мордовии, о которых мы рассказывали только что в нашем сюжете. Награда за доброе сердце отправилась в Самарскую область. А самую успешную семью при Волже стала семья Абакшиных из Пермского края. Наши земляки Львовы заняли второе место. Сегодня во Всероссийский день семьи, любви и верности. Глава региона Олег Николаев подписал указ о материальной поддержке многодетных пар. Документом предусматривается улучшение жилищных условий семей, воспитывающих больше восьми несовершеннолетних, освобождение от уплаты транспортного налога, правда, только на легковушке до 150 лошадиных сил. Кроме того, с 2022 года семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, смогут потратить материнский капитал на покупку машины. С 1 сентября этого года школьников из многодетных и малоимущих семей обеспечат бесплатным горячим питанием. В этом году на эти цели будет направлено 120 миллионов рублей. Кто сказал, что она не железная? Супружеская пара Шишкиных из Козловки отмечает 65-летие семьи, любви и верности. Большая редкость по нынешним временам. Можно ли не следить за временем, чтобы сохранить брак на 6,5 десятилетий? Наталья Мальчикова отправилась в гости в одну из самых крепких семей не только региона, но и всей страны. И попыталась разузнать настоящий секрет крепкого брака. Без общих слов об уважении и взаимной поддержке. Королевство Шишкиных всего-то 7 соток. А развернуться есть где. Все огурцы у меня китайские. Это сорт Маша. И что у меня там впереди, да, это здесь теплица. Около теплицы все посажено. Бабушкины внуки сорт. Бабушкина, да и дедушкины внуки пять человек, трое правнуков. Татьяна Максимовна свой возраст не то, что не скрывает, называет с гордостью 87. Звучит. Ее мужу Николай Степановичу 90, то есть год юбилейный вдвойне. Хлопоты по хозяйству, как полувека назад. Дед Коля улыбается. Огурцы, капуста, морковка, пару соток картошки. Сами себя не польют. И им не важно, сколько тебе лет. Лейку в руки и, как говорится, шагом марш на грядке. Так и лазим сначала жуковишем, потом обрызгиваю, потом так окучиваю. Вот, вон, вон, колорадский параклеты. Баня затоплена, душистый чай заварен. Мелисса, душица, мята, листья черной смородины. Ароматный ансамбль, целебные снадобья по рецепту хозяйки. Всем на заметку. Какие травы в городе есть полезные. Все это в чайник. Перелистывая страница жизни, Татьяна Максимовна вспоминает молодость. Работала маляром на Козловском комбинате автофургонов. Приходилось непросто, но работа ее не пугала. Ей присвоено звание ветеран труда, как и ее супругу. Он столяр. Говорят, если бы не работа, может, и не встретились бы никогда. И не было бы никакой железной свадьбы. Пошел к них, к деревню. Там мои родня там были. Он тоже вот из Урмарского района приехал в нашу деревню. Тоже хорош, хорош, жизнь искать приехал. Парень нежелатый. А я на ферме работала. А он приехал, ему сразу работу. Конюхом дали. Он, видно, издалека глядел. Девушка здоровая. Работать может. И познакомились. Сказал, у меня деньги есть, только женских рук не хватает. Сегодня, спустя 65 лет, после того, как их свадьба отпела и отгуляла, их рук хватает на все. Такое простое человеческое счастье. Счастье, которое так хочется понять. А может, и научиться ему. Это не мужчина, счастливый делает. Скорее всего, женщина делает счастливым жизнь. Это жизнь она показывает. Это жизни ведь не любовью живут. Одного друг друга слушать надо. Друг друга понимать надо. Это не любовь. Это жизнь. Дочь Надежды Николая Марина живет совсем рядом. Частенько заходят к родителям. Справиться о здоровье, помочь по хозяйству и попросить совета. У кого, как не у родителей. Кавалеров медали за любовь и верность. Наталья Мальчикова, Бахтия Арвелиев, Республика. И в продолжении темы. Каждая семья – целая история. История не только счастья, но и преодоления трудностей. И, конечно, побед. Поздравить тех, чья семья достойна всех наград, приехала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Счастливы вместе 55 лет. Семья Лилии и Виктора Письменных в этом году празднует изумрудную свадьбу. А Галина и Николай Петровы отмечают сапфировую. Обе семьи сегодня получили памятные ордена за любовь и верность. Как подчеркивает наш президент Владимир Путин, нам очень важно поддерживать российские семьи, поддерживать традиционные ценности, потому что именно на них зиждется наше российское государство. Конечно, я очень рада, что у нас очень много семей, которые живут вместе, радуясь каждому дню десятилетия. Пожарил сосиски – попал за решетку. Верховный суд Республики все-таки будет судить блогера, который ради так называемого хайпа пожарил сосиски на пламени вечного огня у монумента воинской славы, сопровождая трапезу густой нецензурной бранью и развеселой музыкой. Реакция пользователей сети была диаметрально противоположной. Кто-то поддержал креативного парня, кто-то обвинил в неуважении к подвигу павших в Великой Отечественной. Теперь зрители, как и автора ролика, рассудят российский закон. Уголовное дело находится на особом контроле в Следственном комитете Чувашской Республики. После вручения копии обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Верховный суд Чувашской Республики для рассмотрения по существу. Следует отметить, что в настоящее время санкции данной статьи предусматривает уголовное наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Но на момент совершения данным обвиняемым преступных деяний, санкции данной статьи лишение свободы не предусматривало. Развлечение опасное для жизни или сплошное надувательство. За умеренную плату предприимчивые дельцы предлагают безобидные, на первый взгляд, развлечения для детей, прыжки на надувном батуте. 30 минут скачек от 150 рублей. Дети не могут пройти мимо ярких резиновых аттракционов. Родители платят и не задумываются об опасности. Прыгать на батуте любят все дети, да и подростки. Резиновые персонажи любимых сказок и мультфильмов встречаются в парках, скверах, на игровых площадках и вообще в людных местах. Малыши пищат от восторга и просят маму и папу еще. Мама и папа раскошеливаются. Снова и снова. И мало кто задумывается, надувной корабль – это сложное техническое изделие, подлежащее обязательной сертификации. Высота должна составлять больше роста ребенка. Соответственно, рост ребенка составляет 20 сантиметров. У нас есть роста метра. Пока те, кто официально работает с муниципалитетами, регулярно проверяют. Это не попадает под президентское кошмарить бизнес. Вопрос безопасности. Частники детский восторг измеряют в рублях. Без документов и опасений. Бизнес. Ничего лишнего. Этот чуть ли не на проезжей части. Верхних креплений нет, да и снизу через раз. Документов тоже нет. Оператор судорожно кому-то звонит. Я не знаю, он трубку не берет. Ну, то есть как, у вас приходит проверка, и вы просто говорите, не берет трубку? Я не могу, что поделать, если он трубку не берет. Документов мы так и не дождались. Прохожие оказались неравнодушными. Надо пристегнуть, сейчас ветер дунет. Это страшно для здоровья. Я даже не представляю, почему этот чубок-фарок везде так находится. Я думаю, это вообще не шутки, можно сказать. Это опасно. Впрочем, нашлись и те, кто опасности в таких развлечениях не видит. Вас устраивает то, что ваши дети сейчас находятся в таких условиях? Меня устраивает. Конечно же, с этого батута в небо не улетишь. Зато можно попасть в больницу. Падение с такой высоты даже для взрослого человека может закончиться серьезными травмами и длительной реабилитацией. Врачи говорят, что страховочные подушки и сетки – не гарантия безопасности. В сезон допрыгавшихся. Везут и везут. На скорой с мигалками. Когда они к нам посыпают, у них травма в верхней конечности. Интересные переломы, очень тяжелые переломы. Там последствия. Вот я здесь, я не знаю, для чего они вообще нужны, для чего они развивают у ребенка. Кроме работы для нас и все. Есть компрессионные переломы позвоночника, потому что динамическая нагрузка. Дети прыгают, прыгают. Косная система у них слабенькая. И у нас несколько детей лежало. После этого гипсокорсет на 2-3 месяца зависит от уровня перелома. Длительная реабилитация после снятия корсета. У детей нет чувства страха. Они прыгают, им весело. До тех пор, пока не становится грустно, страшно и очень больно. Екатерина Шиверова, Сергей Емельянов, Игорь Зверев, Республика. В Республике Чувашия все еще не удается выйти на плановые показатели вакцинации от коронавируса. По последним данным оперативного штаба, в регионе 62 новых случаев заражения, 6 человек умерли. Ситуация по стране в целом внушает серьезные опасения. Зафиксирован значительный рост смертности от COVID-19. Не отходя от рабочего места, от рубы в данном случае. На прививку становись. Даже команду давать не пришлось. Но укол в очередь. Мы были в очень многих, во многих предприятиях мы в день ездим по 3-4 предприятия. То есть в каждом предприятии приблизительно от 50 до 150 до 200 человек бывает. Также мы ездим и в лечебные учреждения. Сейчас идет очень активная вакцинация на предприятиях, потому что это очень актуально, очень удобно. Перед прививкой в комфортных условиях и давление измерят, и температуру. А потом уколчик сделают. Желающих много. Это понятно. Статистика неумолима. Если температура 37, боли в руке, вы можете выпить не унесен и пуплен противовоспалительные препараты. Но как бы ни были страшные шприцы, выходят из кабинета все довольные и счастливые. Потому что знают, теперь-то уж им никакой ковид не страшен. Прививку решил сделать, потому что у меня дома маленький ребенок, семья. Я беспокойся за здоровье, семьи. Все-таки коллектив большой у нас здесь. Я и сам сомневался, честно говоря, прививку делать. Знакомые делали, вроде все нормально было, ничего страшного. А так сейчас сделал прививку, даже не больно было. За кампанию по вакцинации в Чувашии прививку поставили 180-10 тысячам человек. Темпы с каждым днем наращивают. Для сокращения времени нахождения работников на вакцинации в лечебных учреждениях мы обратились к представителям центральной городской больницы, первой городской больницы об организации выездной вакцинации. На что они откликнулись на нашу просьбу, за что им большое спасибо. Так как это позволило нам без отрыва от производства вакцинировать людей. Приявившимся людям руководители структурных подразделений, наверное, по мере обращения или по желанию представляют отгул, наверное, как в рамках реабилитации. На сегодня вакцинация на этом предприятии закончена. Завтра у бригады врачей новые заводы и офисы. Нелли Юряевичев, Сергей Емельянов, Республика. В Академии искусств презентовали проект реконструкции школьного бульвара в московском районе Чебоксар. Пешеходная улица уже много лет, по сути, в запустении, хотя и оставалась излюбленным местом прогулок и отдыха горожан. В последнее время выходить сюда с детьми стало просто небезопасно. Полузгнившие березы периодически падали по собственным весам на тропинке. Асфальт разъезжался в дождливую погоду, дорожки превращались в грязное месиво. О том, каким должен стать школьный бульвар, спросили у местных жителей. По нашей мысли, как раз, ну, например, такая вещь, как вот этот небольшой павильончик, он как бы и должен стать площадкой тех смыслов, которые люди привнесут в него. Школьники, да, могут провести там какую-то свою встречу. Значит, там их родители тоже обсудить какие-то свои дела. На аллее выходят две школы и два детских сада. Здесь же и Академия искусств. В связи с этим министр образования и молодежной политики Чувашской республики Алла Салаева подчеркнула важность вовлечения в благоустройство и учащихся. Я ничего плохого не вижу интегрировать историю образования через какие-то традиции. Ну, то есть, надо, наверное, спросить у школьников, в первую очередь, именно этих школ, да, у директоров, какие традиции, там, еще что-то. Но через это можно как-то школьную образовательную историю поднять. Новая детская игровая площадка, велодорожки, зоны отдыха, гостевая экопарковка. Все это в следующем году появится в Ибресенском парке культуры и отдыха. Ульяна Пятакова изучила планы и перспективы. Парк культуры и отдыха в Ибресях – любимое место не только жителей поселка. Сюда приезжают со всей республики. Территория, в которую невозможно не влюбиться. Живописная набережная, тихая роща и густой лес. Работы по благоустройству уже начались. Начиная отсюда, все ремонтные работы плавно переходят в парк культуры и отдыха, где у нас ежегодно проводятся праздники, песни труда и спорта. День поселка, хорошее живописное место. Сейчас, как говорят местные жители, не хватает площадок для модного воркаута. Спорта на улице, в переводе на русский. И велодорожек. Потому что детям негде кататься, велосипед не можем купить, потому что я не знаю, где ее учить. Тротуаров тоже нормальных, там нигде нет, здесь будет очень хорошо. И бегать хорошо. Детодорожки уже проложены, а где-то еще щебенка. Но и нынешнее положение дел уже радует. Все население нас тут радует. Как хорошо будет, вот тут тропинка тоже нас радует. Уже ходим, туда загляем до набережной, очень приятно, хорошо играть. Зимой велотреки превратятся в лыжню. А местные жители из велосипедистов в лыжников. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев. Республика Изобрестинского района. Сегодня на полигоне по Цивильском прошли соревнования сотрудников спецназа. Нашу съемочную группу пригласили, а потом попросили не показывать лиц участников, не называть их именной фамилии и подразделений, где они служат. Известно лишь, что все они на оперативной работе в Росгвардии, МВД, Управлении службы, исполнении наказаний и других силовых ведомствах. Вадим Муравьев постарался показать и рассказать о том, о чем говорить нельзя. В касках и без, в бронежилетах и без, с оружием и без него. Все участники соревнований. Но, как говорят психологи, главное здесь не меткость стрельбы и не скорость прохождения сложных препятствий. Здесь главное отработать скорость реакции, чтобы, когда действительно на работе, потребуется решить сложную проблему. Не было ни секунды промедления. Несмотря на то, что в этих стрельбах сегодня участвуют профессионалы высокого класса из многих регионов России, в начале брифинг, нет некая инструкция, у них тут все по уставу. Но на самом деле эти установки прежде всего для нас, журналистов, чтобы мы знали, где можно снимать, а где нельзя, как близко можно приблизиться к огневому рубежу. Все-таки оружие огнестрельное не самое настоящее. Все, закончили с ознакомлением. Выходим. На исходное. Зарядить приготовиться. Альфа Чарли. Альфа Чарли. Хороший результат? Результат будет в конце. Потому что все баллы суммируются, поделятся на время. Можно стрельнуть очень медленно, попасть в все альфы и проиграть. А можно стрельнуть все Чарли, но время маленькое сделать и выиграть. На все упражнения 16 секунд. Нужно точно попасть в цель, причем и с левой руки, и с правой, и с двум. Такое неподвластно простому человеческому мозгу амбидекстры. То есть в руки далеко не все. В данном случае в упражнении прописано, что в обязательном порядке необходимо стрелять и с правой, и с левой, и обязательно менять магазин. Пистолетные и автоматные выстрелы тишину этого колхозного поля будут нарушать еще как-нибудь двое суток. Вообще-то это военный полигон, стрельбище. Победителей соревнований определяют уже завтра, и тогда станет ясно, кто будет представлять федеральный округ на общероссийских соревнованиях. Вадим Равьев, Павел Ракидин. Программа «Республика. Цивильский район». На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова